друзья всем большой привет мы приехали сегодня в городочек на мой самый любимый город это город рупит собираемся сейчас совершить пешую прогулку сразу водопаду красивому каньону а потом уже погуляем по городу сегодня у нас 1 ноября погода вот такая осенняя приятная здесь плюс 15 но солнце светит очень ярко прям греет хорошо не холодно вот я в кофте в жилетке глеб у меня тоже майка кофта поэтому если есть солнце то погода прекрасная если облачка все-таки нагрянут то будет немножко попрослание потому что осень ноябрь вот только что я зашла в офисе надо туризм и могу сообщить что туда не совсем обязательно заходить вот qr-код которая там сфотографировала поэтому вы можете сделать фотографии этого qr-кода и получить карту со всеми достопримечательностями которые там можно купить за 20 центов но либо вот по qr-коду получить доступ к ты к этой карте бесплатно сам городок очень маленький здесь население 250 человек поэтому мы точно не заблудимся проходим первый ресторан идем вперед и сразу на пешую тропу вот там среди деревьев прослеживается город рупит ну а мы с туманом отправляемся сразу к каньону мы пошли к каньону по обычной дороге вот по асфальтированной на самом деле здесь есть две тропы по этой дороге можно на машине доехать либо пешком дойти я советую тем кто не хочет ходить по лесам либо не имеет такой возможности эта дорога немножко дольше метров на 500 но не идти удобно и всегда открываются красивые виды можно увидеть леса можно увидеть каньончики еще вот деревне рупит пропит все рядышком плюс мы будем проходить очень милые здания по пути если пойти по пешеходному маршруту который идет вдоль леса то этот маршрут надо понимать что это будет такая пересеченная местность и там встречается и грязь и каша и в какой-то момент надо пересекать ручей по камням где-то неудобно проходить и красивых видов вот таких вот там нет сейчас я вам вид покажу очень красиво рупит прекрасен всем он находится в 120 километрах от барселоны сюда очень красиво идет дорога серпантин правда меня немножко он напрягает ну что полчаса занимает дорогой и чисто по серпантину и если кого-то укачивает как меня то лучше конечно иметь какие-то пилюли для того чтобы эта часть эта часть дороги прошла спокойно и никого она не тревожила отдельная красивая природа здесь просто невероятно шикарный каньон плюс самый большой водопад в каталунии но с учетом того что у нас засуха второй год подряд сейчас посмотрим на состояние этого водопада а когда я была там два года назад оставлю ссылку в описании можете посмотреть как водопад выглядел тогда это было очень мощно красиво вот ну проверим состояние водопада сейчас сам городок рупит он маленький он уютный там не ездит транспорт там очень хорошо погулять но на прогулку в рупите достаточно одного часа плюс можно сделать какой-то какой-то ресторанчик в местные лавочки магазинчики но самое приятное это совместить поездку в рупит с походить по лесам походить по пешим тропам и маршрутом посетить красивые природные вот каньоны и это то самое что прям покоряет мое сердце я очень люблю именно природы здесь вот дорога я рад по ней иду по этой дороге также едет машины но этих машин совсем мало если посмотреть в одну сторону никого повернемся в другую тоже никого просто звук леса звук ветра листвы но здесь я так спрятана что до меня даже ветерок не доходит хотя если посмотреть на деревья то сверху веточки там шевелятся ветер слышен очень хороший что туманчик как твои дела скажи я уже второй раз в рупите год назад сюда приезжал и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все зеленое, вверху уже желтенькое, а внизу как-то... Там, где раньше была бурная горная река и огромный водопад, сейчас просто все пересохло, вот оно, русло водопада. Все высохло, просто земля. Мы здесь были, кстати, мы были с Андреем, да, с другим другом в последний раз. Мы были весной или когда, и здесь, в принципе, еще была вода, и надо было перепрыгивать, а сейчас все высохло. Вот такая вот засуха в Каталонии, и она уже вот дошла до состояния, когда нет горной реки, нету водопада. Люди гуляют просто по этому, по этим камням. Где-то какие-то просто лужицы воды есть. Недавно прошел дождь. Вот так вот. Если кто-то хочет посмотреть, как раньше выглядела эта горная река, как выглядел водопад, то я очень советую посмотреть по ссылке, я оставлю видео, где мы с канцлом вдвоем ходили на этот водопад. И мне было даже страшно перепрыгивать здесь между этими камнями, потому что такая бурная была здесь, бурное течение. Глеб, ну что скажешь? Ну да, все высохло. Все высохло. Очень печально на самом деле. В следующем году вообще ничего не будет. Ждем дождей. Ждем дождей. Кто может там наколдовать дождь? В какие бубны там стучать? Вот смотрите, вот все. Такая вот картина здесь. Ну и водопада, конечно, никакого нет. Поэтому мы сейчас сходим на обзорную площадку. Покажу задалека, как выглядит сейчас та стена, по которой водопад должен спадать. А еще я вам хочу показать, как здесь раньше шли дожди из камней, вот из лавы. Вот если посмотреть, то вот здесь вот это вот капельки. Вот они, смотрите. Вот лава, застывшая, которая падала с неба. И вот так вот в камнях она тут сейчас. И осталась, как было раньше, много-много тысяч лет назад. Вот эти капельки. Они разрушаются потихоньку, потому что люди ходят. Поэтому можно набрать себе сувениров в виде капли застывшей лавы, в виде дождя. Вот даже здесь, под этим деревом, можно увидеть вот эти вот камушки, вот кругленькие. Этот вот дождик, от которого не спасет ни один зонтик. Ну, а тут уже водопад. Вот он, водопад. А точнее, его отсутствие. Не капельки. Даже озеро обмелело, стало такое маленькое. Нам тут повезло наблюдать целую группу конников. То есть, где-то здесь можно взять экскурсию покататься на конях. Где-то здесь есть конюшня. Если кому-то интересно, тогда гуглите, ищите. Вот прямо к водопаду они прогулялись, прогуливаются где-то по кругу. Прикольно очень. Целая группа, наверное, человек 10 точно было. Мы уже возвращаемся назад в Рупит. Хотим где-нибудь пообедать, потому что мы уже нагуляли аппетит. На обратном пути мы пошли по пересеченной местности. Вот, по лесу. Дошли до одного из пунктов, где есть еще один водопад. Вот так вот он выглядит в обычное время. А сейчас вот что осталось от огромного водопада. Вот еще раз водопад, что мы видим. И водопад, который должен быть. Также здесь есть местные всякие насекомые. Здесь список, что можно здесь встретить. Вот, было, стало. Эта часть дороги одна из самых лучших на эту часть, которую я сейчас вам показываю. Ориентироваться на нас не стоит, потому что есть моменты, где надо прям по камням залазить. Но самое главное, давайте спросим у Глеба его мнение. Ну что, Глеб, какую дорогу ты выбираешь? Ну, в одну сторону одну, в другую, в другую. Ну, все логично. Хорошо. Обе дороги посмотрим и вам покажем. Внизу есть вот речка, остатки от горной реки. К сожалению, из-за отсутствия дождей она вполне тихая сейчас, обмельчавшая. Длина этого пути составляет почти 2 километра, что значительно короче пути, которая, которая у нас была в первом случае. Ну и она такая. Вот, по камням, по полям, по лесам. Подход к городу очень красивый. Вот по такой вот тропиночке. Топаем, топаем, мы уже подходим. Ну, красиво, конечно. Хочется не только отдохнуть, хочется поесть. Мы проголодались, нагуляли аппетит. Сейчас уже 4 часа, наверное, полчетвертого. А последний раз мы ели в 10, наверное, в полдесятого завтракали только. У нас большая была прогулка к водопаду, потом вот назад. Мы заслужили, чтобы вкусно поесть. Поэтому нам сейчас любой ресторан, который что ни предложит, мы все с удовольствием съедим. Сейчас ресторан просто будет максимально... Мы будем максимально лояльны к любой еде. Дайте нам эти три корочки хлеба. Боже мой, какой запах еды в городе стоит. А-а-а! Дайте еды! Где? Откуда запах? Мы пришли на площадь главную. Здесь работает терраса. Мы сейчас найдем, куда сесть и прямо на террасе сядем и поедим. Я давно так не хотела есть. А, кстати, запах... Чего пахнет запах? Ты слышишь, Глеб? Новым годом пахнет. Каким-то Рождеством или чем? Печка. Потому что печка. У меня этот запах очень ассоциируется с Новым годом. А этот дом продается, смотрите. Но если вы хотите его купить, то вы можете сделать, только если вы прирожденный каталонец. Точнее, рожденный каталонец. Здесь не может кто угодно купить недвижимость. В этом городке это регулируется государством. И, в общем, не местным купить недвижимость здесь нельзя. Вот такой вот нюанс, не верите. Можете позвонить, обратиться по телефону. Сейчас покажу еще раз телефон и рекламное объявление. И уточнить. Вот на главной площади 320 квадратных метров продается. Наверное, весь этот дом. Из-за тебя меню. Из-за тебя добавится меню. Вы слышите, что? Вы здесь в ресторан сели с Глебом. Вот. Знаете, что он заказал? Вы даже не представляете, что он заказал. Так, Глеб, ты озвучишь, что ты себе заказал? Хабана. В общем, то, что бегает у нас вот возле дома. Вот этого вот дикого хабали. Называется кабана. В общем, Глеб заказал кабана в ресторане. Я не стала рисковать. Я показала себе просто бутефары, колбаски. Но мы скоро покажем, как же выглядит хабали в разделе, в разведенном и приготовленном виде. Вот. Ресторанчик отметим в описании. Он находится на площади. Значит, бутылка красного вина. Стоит здесь 8 евро 20 центов. Принесли еду. Это здесь непонятная еда. А это моя панкон томата. Ой, панкон томата. Боже мой, бутефара у меня. Бутефара. А мы ждем панкон томата. Так, пока еще хабали не принесли. Так, а вот приехал хабали. Так, в этом ресторане было неплохо. Вкусно. Самое главное не заказывать. Сейчас вам скажу, какой пункт. В общем, нога свиная здесь не очень вкусная. Одни кости, одни жилы, непонятно что. Вот. А остальное, в принципе, хорошо. И тепло мы были внутри. Здесь есть также террасная улица. Все, мы выкатываемся. Скажи, что тут не надо заказывать. Мы выкатываемся из этого ресторана. А мы в итоге сидели внутри, потому что на улице достаточно прохладно. Ну и здесь тоже можно посидеть, если тепло, одеться. Все дела. Так, а нам в другую сторону. Нам уже туда. Нам на выход. Мы уже пойдем к машине, потому что нам домой ехать. Нам домой ехать, значит, полтора часа. И я не очень хочу ехать в темноту. Большой путь занимает серпантин. Это дикие места, где могут выбегать те самые хавали и прочие живности. Поэтому мы уже собираемся домой. Так, и поскольку мы заканчиваем нашу прогулку, мы уже выходим из города. Через подвесной мост пойдем и отправимся домой. В городе у нас совсем не остается времени, чтобы погулять и насладиться им. Но мы в Рупит обязательно еще вернемся. Поэтому с ним не прощаемся. А я вам говорю на сегодня до свидания. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А на этом волшебном мосту под весном загадывайте желания. Пусть они все исполняются. Как только я дойду до конца, все желания будут исполнены. Загадали? Ну все, ребята, я вас всех обнимаю. Всем не скучать. И всем пока-пока.